В Евангелии от Марка в 13 главе, когда Марк записывает предсказания Иешуа в отношении будущего, Марк делает особый акцент на описание уже пророков перед пришествием Иешуа. До возвращения Иешуа на Оливковую гору. И это нам напоминает ранние истории. Встреча Ильи с лже-пророками. И это происходило до того поразительного объявления Бога на другой горе. Видите эту параллель? Да. Вы спите. Гора Кармил. Еще один вопрос. На Идише мы говорим. Новый. Другими словами. Ну и что? И что в Евангелии от Марка Иешуа представлен как последний пророк. Тот, который придет. Тот, который сверхъестественен, и он также и страдает. Он тот, о котором предсказано в Писаниях. Он также был подготовлен обетованным, обещанным и страстно желающим посланником. Или, другими словами, предшественник, как Илья. Другими словами. Иешуа, он более велик, чем Илья. И он даже более велик, чем Елисей. Он более велик, чем все пророки Бога. И это демонстрируется, и это подтверждается. Его чудесами и Его силой. И Его смертью и воскресением. И потом, таким же образом, как Марк начинает Свое Евангелие, так же он и завершает его. В таком конце, в таком заключении, которое обрывается. И я хотел бы поделиться с вами некоторыми яркими моментами из Евангелия. Те моменты, которые иллюстрируют важность чтения Евангелия с еврейской точки зрения. Первое имеет отношение к тому, что называется мессианский секрет, мессианская тайна в Марке, в Евангелии от Марка. Многие ученые написали очень много комментариев на это Евангелие. И они говорят о том, что есть определенная тайна, которую Марк хочет нам донести. И вы, наверное, помните его, если вы читали Евангелие от Марка. И вы точно вспомните это, если особенно прочитаете Евангелие от Марка в соответствии с тем заданием, которое у вас есть. И кажется, что почти каждый раз, когда Иешуа совершает чудо, он говорит человеку, только никому этого не говори. Потом он совершает еще одно чудо. И он говорит этому человеку, только никому не говори. И это то, что называют мессианским секретом. Можно я вам расскажу секрет о секрете? Так как никто этот секрет так не держал в тайне. И это почти похоже на то, что Марк хочет сказать следующее. Вот секрет, который никто не сможет сдержать в тайне. Этот секрет слишком большой, чтобы его скрыть. Это такой секрет, который каждый будет рассказывать всем подряд. И это часть этого момента, который хочет донести до нас Марк. Иешуа – это тот секрет, который никто не сможет удержать в тайне. И есть еще что-то очень важное, что происходит здесь. И, наверное, это второй момент, на который указывает Марк. Почему Иешуа говорил этим людям, чтобы они никому ничего не говорили? Почему Он говорил тем исцеленным им людям, чтобы они никому не говорили, что Он есть мессией? И в этом есть очень важная причина. Если бы они говорили другим, что они нашли мессию, какого мессия люди бы ожидали? Знаете ли вы? Великого царя, великого освободителя. Того, который завоюет Рим. Другими словами, у них не было полной, полноценной картины, понятия о мессии. Так как в мессии должно было быть что-то больше, чем просто справедливость. Он бы не был просто великим правителем. Он был бы тем, который страдал бы очень сильно. И это очень важная часть истории о мессии. Или другими словами. Если бы они рассказали этот секрет, и что они на самом деле и делали, то они бы не передавали полную и всю историю. И когда эта история полностью завершается? Скажите мне. Близко, но не совсем. Она завершается Его смертью, но Его смертью и Его воскресением. И послушайте внимательно меня, чтобы неправильно не поняли меня. Это означает, что Иешуа не был мессией. По крайней мере, не в полноценном смысле. И только после Его смерти и Его воскресения. И Петр сказал это на праздник Шавуот. Acts chapter 2 and verse 36. В Деяния 2 главе 36 стихе. Что мы упоминали в самом начале, в понедельник. Помните, это было очень давно. Спасибо за смех. Он сказал, что воскресение, оно доказано, и оно было очевидно. И оно продемонстрировало, что Иешуа является Господом Вселенной. И вторая часть. И что Его воскресение, оно доказало то, что Он есть Мессия Израиля. Другими словами, это остальная часть этой тайны. И поэтому этот секрет включает в себя следующее. Что Мессия будет править. Но Писание также настаивает на том, что Он должен будет умереть. И это очень важно. И это очень важно, когда вы будете рассказывать эту историю евреям. И это очень важно понимать, что еврейское Писание говорит, что Мессия должен будет умереть. И поэтому Марк является апологетом для евреев. Что Мессия должен быть сверхъестественным, и также Он должен будет страдать. Понятно ли это? Хорошо, хорошо. И вторая иллюстрация, или этот яркий момент. Что в самом начале Евангелия от Марка. Когда Иешуа проходит Микву. Марк говорит, что небеса разверзлись. Или же, что они раскрылись как занавес. И, кстати, только Марк описывает это таким образом. Поэтому это начало истории. И в конце истории Марк говорит что-то очень похожее. И он использует те же слова. И он сказал, что занавес к храме он разорвался. И он это говорит как в начале, так и в конце истории. Что что-то разверзается, разрывается. И также в начале истории мы видим этого интересного героя. Эту интересную личность. Того, которого называют Илья. Иоанн Креститель. И в конце истории также есть Илья. И вы можете сказать, где же он? И лидеры, они неправильно поняли возглас Иешуа. И они сказали, ну давайте посмотрим, придет ли Илья. Поэтому мы видим Илью в начале и в конце истории. И что-то разрывается в начале истории. И Илья в начале истории. И что-то разрывается в конце истории. И в конце истории также видно Илью. Является ли это совпадением? Чтобы ответить, чтобы задать вопрос, этим вопросом можно и ответить. И есть что-то еще большее в этой истории, если вы будете читать с еврейской точки зрения. Давайте возвращаемся к любимому еврейскому историку. Флавию. Флавий описывает, как выглядела эта завеса в храме. И, кстати, эта завеса была приблизительно 70 метров. 70 фитов, футов длины. И она похожа на картину, на иллюстрацию звездного неба. Или же, другими словами, как сами небеса. Поэтому любой, кто видел эту завесу в храме, и как и те читатели Евангелия от Марка, и что только еврейские читатели смогут это знать, то они должны будут помнить, что в самом начале Евангелия что небеса разверзлись. И теперь, если мы правильно будем понимать описание Иосифа Флавия, что в конце истории небеса снова разверзаются. Понятно, это картина. Это очень важная иллюстрация. Особенно, если вы понимаете, что много сотен лет назад Исайя воскликнул О Господь! Если бы только Ты открыл небеса и снова сотворил для Израиля. И Марк теперь говорит нам следующее, что Бог ответил на этот зов, на эту молитву. И в буквальном смысле Он раскрыл небеса для того, чтобы снова сделать свое дело для Израиля. Это что-то подобное тому, когда раскрывается занавесь на сцене театра. И когда она раскрывается, Иешуа выходит как сверхъестественной страдалец Мессия. Бог ответил на молитву Исаии. И Он ответил на надежды людей. И это та история, которую нам передал Марк. Если мы будем читать с еврейской точки зрения. И это наша история Евангелия от Марка. По крайней мере, то, насколько мы смогли ее просмотреть. И сейчас, вместо того, чтобы продолжать Евангелие от Луки, я хочу на десять минут раньше взять перерыв. И после обеда мы рассмотрим Евангелие от Луки. Но помните, что Вы мне десять минут. Посмотрим, если я сделаю так, что Ваши мозги закопят еще больше. И снова, это уже после обеденное время. И я уверен, что не обязательно, чтобы я Вам об этом напоминал. Но мы чувствуем себя, как будто время уже отходить ко сну. По-любому я постараюсь сделать так, чтобы Вы не засыпали. И поэтому мы передвинулись дальше к тем моделям, которые есть в Евангелии от Луки. И также возникает такой вопрос. Является ли Лука евреем, еврейским автором? И как это видно, Лука был евреем. И многие люди не думают так. Но думаю, что они уладят этот вопрос лично с ним, когда встретят его. Тот взгляд на то, что Лука был евреем, основан на нескольких вещах. То, что мы можем видеть, что в Евангелии от Луки и в книге Деяний выявлен очень большой интерес к Ветхому Завету. И также мы можем встретить те библейские модели, которые были и в Матфея, и в Марка. И то же самое случается и в Евангелии от Луки. В Луке есть интерес к священникам. Он также фокусируется на Израиле. И даже если возьмете симфонию и посчитаете то количество, которое употребляется слово «Израиль» в Новом Завете, И вы увидите, что Лука использует слово «Израиль» чаще какого-то другого автора в Новом Завете. И также если вы рассмотрите тот язык, который использует Лука, то можно видеть, что на этот язык было оказано семитское влияние. Помните те примеры, которые я вам давал раньше? Различные фразы и структуры на иврите. И также это проскальзывает в том греческом языке, который использует Лука. И также есть та традиция, которую описывает, которая говорит «Непофан». Эпифаниус был церковным лидером в 4 веке. И традиция говорит, что Лука был одним из 72 учеников. Если он был и в их числе, которых высылал Иешуа, то он должен был быть евреем. Понятно это. Глава 21 стих. 16 глава 21 стих. Тут мы встречаем имя Луций. Это греческая форма имени Лука. И так же во времена 2 века, 2 столетия, время Оригена. И Ориген знал тех людей, которые называли Луку как Луций, что написано в римлянам. И если Лука был бы греком, то у нас возникает проблема. Потому что Рав Шауль описывает Луку или Луция в 16 главе римлянам как одного из своих родственников. Поэтому, если Лука является родственником Павла, то тогда Лука должен быть евреем. Или же, если Лука не является евреем, то тоже будет и с Рав Шаулем. Видите та проблема, которая может возникнуть? Хорошо. Теперь, помните, что Лука был постоянным спутником Рав Шаулем. И так же он находился с Рав Шаулем с того времени, когда они отплыли из Траады в Европу. В Триаду в Европу. И Лука сопровождал Шауля в его последнем путешествии в Иерусалим. Ув αναстынюю движение в Е indicator. В Европу в Европу поп 22 В. Og��.